День Города Вкус лета! В продаже появились арбузы. Как не ошибиться при покупке полосатых. Рязанские водоемы начали обрабатывать от личинок комаров. Первый в списке пруд «Серая шейка» в Дашково-Песочне. Поцелуй со львом. В Рязани состоялась премьера всемирно известного шоу Гии Радзе «Королевский цирк». Рязанская природоохранная прокуратура начала проверку факта загрязнения маленькой речушки Быстрицы, протекающей в районе Семчина, Недостоева, Конищева и впадающей в Аку. Экологи забили тревогу после обращения местных жителей. Ролик, на котором отчетливо виден цвет воды, черный, набирает популярность в социальных сетях. Для Рязани с ее регулярными экологическими происшествиями это видео из соцсетей уже, наверное, не шок-контент. Для всей остальной нормальной России очень даже. Житель местечка-городище Александр Тихонов показывает результаты сброса в воду промышленных отходов. Местное население жалуется. Рыба в воде плавает, но плавает она уже сверху, к сожалению, дохлая. Сейчас вот для наглядности наберу баночку, чтобы увидеть цвет, консистенцию. Черная вода с фиолетовым оттенком – это приговор всему живому. Погибшие утки и массовый мор рыбы, похоже, только начало. Если держать в уме то, что Быстрица впадает в Аку. Экологи начали действовать незамедлительно. Видео нас произвело такое впечатление, что там не вызывало сомнений в подлинности происходящих там событий. И шок некоторый вызвало, потому что мы видели там черная река, мертвая рыба. И мы помогли им, взяли на контроль, отправили письма в природоохранную прокуратуру, Министерство природопользования. Какие-то промышленные предприятия явно это не частное какое-то домохозяйство. Возможно, что вот с этими аномальными дождями, может быть, какие-то очистные сооружения вышли из берегов своих. Три года назад в этих краях вода уже меняла свой цвет. Тогда она была кроваво-красной. Надзорные ведомства фиксировали 30-кратное превышение уровня железа, свинца и цинка. И тогда виновники были найдены. За стоки шлама отвалов были наказаны два промышленных предприятия. В этот раз виновных тоже найдут. По результатам мониторинга средств массовой информации мы выехали на место совместно с трудниками Министерства природопользования. Привлекли необходимое лабораторное сопровождение. Отобраны пробы воды и почвы. По результатам прокурорской проверки будет дана юридическая оценка действиям виновных лиц. И в случае необходимости будут приняты меры прокурорской реагирования. Понятно, что должностное лицо оперирует только фактами. И строит предположения не его работа, а наша. Так вот, по нашей информации, на этот раз промышленные выбросы вряд ли причины очернения воды. Здесь все очень похоже на серьезный прорыв канализационных стоков. Отсюда и цвет, и фекальный запах, и ущерб экологии. Ручьи тьмы продолжают течь. Пока. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Яркое солнце, теплая погода, зелень и цветы. Лето ждут и любят и взрослые дети. Довольно сильный разлив и теплая весна, между тем, стали причиной засилья комаров. С этими кровососущими насекомыми Дирекция благоустройства города борется с помощью современных средств. Пожалуй, самые назойливые и неприятные насекомые лета, комары и плодятся и размножаются у водоемов. Теплая, сырая погода наиболее благоприятна для размножения кровососущих. В связи с чем муниципальные службы уделяют санитарной обработке городских прудов особенное внимание. Обработать предстоит 30 объектов во всех районах города. Площадь обработки составит более 18 тысяч квадратных метров. Если погодные условия позволят, мы планируем обработать все пруды от личинок комаров в течение недели. Обработка пруда «Серая шейка» в районе Дашково-Песочня заняла около часа. Если погода позволит, дезинсектор объедет еще 3-4 водоема. Занимается обработкой специальный человек, который, надев защитный костюм, распыляет на прибрежные кусты и заросли раствор специального вещества. Логически смесь чистая, она только на комаров. И все. Для людей, для животных, для птиц она не влияет. При дожде это неэффективно, конечно, смывается все. А вот в солнечную погоду очень хорошо. Практика показывает, что количество комаров значительно снижается. Единственное, что может помешать процессу – дождь. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Пока в большинстве регионов России бахчевые развалы еще не открылись. Тем не менее, на рынках уже можно приобрести свежие арбузы. Многим не терпится попробовать вкус лета. Поэтому покупатели без задней мысли отдают огромные деньги за эти сладкие ягоды. На что нужно обращать внимание при покупке бахчевых, расскажем в следующем сюжете. Этих полосатых красавцев уже можно увидеть в продаже на рынках. При их выборе стоит воспользоваться рекомендациями Роспотребнадзора. Надежнее всего покупать арбуз среднего размера, то есть весом до 12 килограммов с высохшим хвостиком. Спелая ягода всегда яркого цвета с контрастным рисунком. У нее даже пятно на боку, на котором она лежала. Ярко-желтая, даже оранжевая. И лучше всего, если на этом пятне есть коричневая паутинка. А вот в давленных мест не должно быть. Это может быть признаком заболевания. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей корочкой. Если ноготь легко протыкает арбузную корку, значит арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует. При ударе согнутым пальцем издает умельно звонкий звук. Прижатие вдоль продольной оси слабый хруст. Мякоть красная различных оттенков. Семена вызревшие черного или коричневого цвета. Дыни выбирают по тем же правилам, однако есть и небольшие различия. У спелой дыни сторона, противоположная от хвостика, должна быть немного мягкой. Если же она твердая, значит дыня незрелая. А если щелкнуть по ней, звук должен быть глухим. И, конечно же, от нее должен исходить аромат. Запаха нет, тогда и покупать этот плод не стоит. В случае, если дыни или арбуз попались гнилые, не выкидывайте сразу в помойку, советуют эксперты. Отнесите обратно в магазин. Горе арбуз заменят или вернут деньги, если сохранен при покупке чек. Разрезанные арбузы и дыни храните только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный вами арбуз имеет кисловатый запах, то ни в коем случае нельзя его есть. Это может привести к пищевому отравлению. Реализация бахчевых культур вдоль автодорог и изнеоборудованных торговых мест запрещена. Поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые элементы, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей. А еще продавцам запрещается продавать арбузы и дыни частями, а также использовать безмены бытовые, медицинские или почтовые весы. Бахчевую нарезку разрешено делать только в магазинах, если есть для этого соответствующие санитарные условия и специальные витрины с охлаждением для хранения. Олеся Котровская, телекомпания «Город». В Рязани состоялась премьера шоу «Королевский цирк» под руководством заслуженного артиста России Гея Эрадзе, который славится неординарным подходом к цирковому искусству. Его представление – это всегда синтез эстрада, цирка и мюзикла. Каждое действие на манеж – это мини-спектакль, в котором гармонично сочетаются сложнейшие трюки, дрессуры животных, невероятные образы артистов, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление и спецэффекты, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы. Премьера шоу «Королевский цирк», которая состоялась в Рязани, прошла с аншлагом под бесконечные овации зрителей. Каждый номер здесь представлен как настоящий спектакль, и все гармонично объединяется в едином представлении. Слово «цирк» – это вот то, что вы видели. Определенная стилистика, эстетика, блеск, красота, яркость, праздник. Наверное, вы это увидели, что сегодня на манеже рижанского цирка был праздник, карнавал, феерия. Это был такой фэшн-стильный цирк с сегодняшнего дня. Немножко необычный, не как все программы. Мы хотим, чтобы люди, которые придут на наше шоу, получили удовольствие. Эстетическое удовольствие, в первую очередь, посмотрели настоящий профессиональный цирк, немножко другого формата, не так, как они всегда это привыкли видеть, потому что у каждого художника свой почерк. Почерк команды Гия и Радзе рязанцы не смогли сравнить ни с одним другим. Акробаты, воздушные гимнасты, бесстрашные канатоходцы, эквилибристы на першах. Невероятное количество животных, от пеликанов до яков. Одной из самых больших неожиданностей стало то, что после выступления с тиграми и львицей шоу продолжилось. Музыка прям подобрана. Я в начале как-то старался, кто это все придумывал. Вообще, под впечатлением таким, я не ожидала. Я думала, что сначала идут акробаты, потом звери, а тут все вместе, так вообще не ожидала. Я уже приятно удивлена. Очень интересные костюмы, очень яркий антураж создали. Музыка, светошоу, все нравится. Мне очень понравились акробаты. Акробаты, наверное. Очень прям впечатляли. Ой, как они не упали там еще. Животные, во. Акробаты просто на высшем разряде. Так что приходите все в цирк в Рязанский. Замечтательно. Над каждым номером работает целая команда режиссеров, костюмеров, композиторов. Идеи часто исходят и от артистов. Один из номеров, который поразил зрителей, был выполнен воздушными гимнастами без страховки. В нем отражалась история любви. А что, если сделать Анну Кареню? Прекрасная идея. Давайте разрабатываем. Сидели с композитором ночами. С ребятами репетировали в цирковом училище. Чтобы было вот от и до так, как это должно быть. Чтобы была эмоция. Кия просил, я хочу слезу. Дайте мне слезу. Здесь был цирк, были видны трюки, но была душа, была некая история. Было понятно, про что это. Трогательная любовь воздушных гимнастов. Единственная девушка, работающая в клетке с хищниками в одиночку. Это покоряет весь мир. Артисты Росгосцирка в программе Королевский цирк являются обладателями самой престижной на нашей планете цирковой награды «Золотой клоун». Она была завоевана в Монте-Карло. Теперь до 11 июля в Рязанском государственном цирке зрители смогут сами оценить масштаб впечатляющего шоу Гия и Радзе «Королевский цирк». Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 12 июня в Рязани произошло неординарное событие. Клинику «Альфа-стоматология» посетили необычные гости. Вольфган Беккер и Арнт Вороблевский. Вице-президент лидера мировой имплантации компании «Штрауман» и генеральный директор «Штрауман» групп «Раша». Почему они выбрали для визита Рязань, расскажем в нашем следующем сюжете. Улыбающийся мужчина – вице-президент швейцарской компании «Штрауман» Вольфган Беккер. Она занимается производством и поставкой зубных имплантов. В Рязань Вольфган прибыл не случайно. Альфа-стоматология в числе лучших в России по установке имплантов премиум-класса «Штрауман». Я буду с вами откровенен. Я слышал много хороших рекомендаций от моих коллег из России о том, что в центре России, в сердце России есть клиника, которая смогла организовать работу с нашей продукцией. Я стараюсь всегда посещать клиники, где используется продукция «Штрауман». И я был очень приятно удивлен тем уровнем организации работы, который был создан здесь. Если для Вольфганга это первый визит в Рязань, то генеральный директор «Штрауман» групп «Раша» Арнт Фраблевский уже второй раз проходит по этим коридорам. Вместе с коллегой они осмотрели оснащение альфа-стоматологии и были в восторге от уровня стоматологии в провинциальном городе России. Мы предлагаем высокотехнологичные продукты, но также нам важно, чтобы они правильным образом использовались для лечения пациентов. И мы думаем, что альфа-стоматология – это правильный партнер в регионе, потому что она также придерживается принципов высокого качества. Клиника альфа-стоматологии работает с имплантами фирмы «Штрауман» много лет. Признаются, что в выборе не ошиблись и всегда считали, что рязанцы достойны получать продукт мирового уровня. Тем более, что ценовая политика клиники такова, что импланты «Штрауман» могут позволить себе граждане с не самыми большими доходами. Самое главное – это самоповерхность этих имплантов, SL Active, так называемая, которая позволяет сократить сроки приживления практически в 2-3 раза. То есть через месяц на этих импландах уже можно начинать протезировать. Такого нет, конечно, ни у кого. После экскурсии Вольфган признался, что приятно удивлен. И в первую очередь его впечатлил европейский подход к работе. «Штрауман» – компания швейцарская, и качество они ценят больше всего. Альфа-стоматологию они отметили как клинику с качественным оборудованием, отличными специалистами и грамотным медицинским сервисом. Есть и еще одна приятная новость. «Штрауман» готова к серьезным инвестициям в обучающий центр на базе с альфа-стоматология и ждет с визитом в Швейцарию руководство клиники для согласования позиций. А это инвестиция не в купи-продай, а действительно в образование нашей молодежи. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». И на сегодня это все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв. Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова